Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Хотелось бы поздравить вас, друзья, с наступившим 2024 годом и пожелать вам всего только самого хорошего. Любви вам, здоровья, счастья и удачи во всех ваших начинаниях. Ну, собственно, мы начинаем новые путешествия в этом году. Мы продолжаем их и будем в этом году находить все еще больше новой системы и новые планеты с жизнью. А может быть и не с жизнью, может быть, какие-то найдем удивительные места на других планетах, на других галактиках нашей Вселенной. Ну что же, мы продолжаем путешествовать в галактике Андромеда. Кто смотрел первую часть, тот молодец. Спасибо за ваши лайки, подписку. Собственно, я тут уже кое-что присмотрел. Я немножко отдалился вглубь галактики Андромеды. Да, мы уже в самой галактике, они где-то на ее краю. И, собственно, я тут нашел интересную систему. Сейчас мы ее посмотрим. Я зашел в браузер звезд. Тут кое-что почекал. Смотрите, в общем, это тройная даже звездная система. Интересная звезда А, интересная звезда Б. Вот у звезды Б есть вот такая планета РС-1236. Умеренная озерная ТРС-жизнь, органическая, одноклеточная, морская. Так, диаметр планеты 8 323 километра. Примечательно, что есть... Сейчас, подождите. Да, здесь есть абсолютно правильно вода. Небольшое количество углекислого газа. Можно, конечно, посмотреть в Википедии. Так, средняя температура 20 градусов по Цельсию, имеет 4 Луны. А возраст ее, по-моему, если я не ошибаюсь, полтора миллиарда лет. То есть, ну, планета, планета еще совсем молодая. На расцвете сил, возможно, как наша когда-то давно была. Солнечные сутки здесь бесконечны. Видимо, большое притяжение к родительской звезде. Не знаю, сейчас посмотрим. Можно, в принципе, даже перелететь сразу к ней. Посмотреть. Так, фильтр я, наверное, скрою. Так, ну, я смотрю, вроде планета обладает какой-то атмосферой. Давайте посмотрим. Да, есть небольшой тонкий слой. Средней даже, наверное, атмосферы. Так, облака попробуем. Да, облака также есть. Умеренная озерная Тера. Озер я пока не наблюдаю, как таковых. Есть вулканы. Большое количество вулканов, действующих причем. Может быть, может быть, чуть ниже надо спуститься. Я не знаю. Ух ты, смотрите, как тень ложится, да? Тень от Луны, я так понимаю. Так близко. Где? А, вон, вижу, да, вон там. Большой, большой, умеренный астероид. Диаметр 136 километров. Так, что-то мне кажется, близко расположен как-то к планете. И я представляю, если будет столкновение, на этом этапе жизнь на этой планете сразу же закончится, к сожалению. Так, спускаемся. Спускаемся на поверхность. Здесь сейчас от астероида. Наверное, затмение какое-то должно быть. Да, солнечное затмение. Так, сам астероид я не вижу. Ну, вроде бы он в той стороне должен быть. Нет, вот он. А почему здесь? Там, там еще один астероид. А, вот, здесь. Подождите, 4 астероида, 4 Луны. Облака. Вот. Они, все 4 астероида, они очень близко расположены к планете. Невероятно. Ну, может быть, когда-то притяжением, представьте, притяжением планеты разорвет их, да, и они станут кольцами. Блин, будет классно. Здорово смотреться. Как рядом. Как близко и рядом. Даже страшно становится. Озер я не вижу как таковых. Может быть, они где-то есть небольшими. Небольшими такими. Я выражусь лужами. Ну, не лужами. Конечно же, нет. Подземная вода по-любому здесь есть. Так, я хочу ускорить темп времени. И посмотреть на астероиды, как они пролетают. Так, один астероид уже прошел по солнцу. Было небольшое солнечное затмение. Этот попадет на солнце, я сказал, на звезду. Вряд ли, наверное. Смотрите, как близко. Представляете, что видели динозавра, да? При падении Чексулуба. Нет, он должен пройти прям по диску звезды. Я надеюсь. На этой планете можно наблюдать небольшие солнечные затмения. Наверное, получается каждый день. Раза два в день. Да, невероятно. Так, остановим чуть-чуть время. Маленький для своих размеров. Ну вот, так вот. Как-то так получилось сейчас. Ох ты ж. Ох ты ж. Ох ты ж. Стоп, стоп. А вот этот астероид намного ближе. Вот сейчас будет более такое заметное солнечное затмение. И еще один астероид. Как они близко расположены. Это абсолютно надо увидеть. Надо увидеть. Того и гляди, он ворвется в атмосферу планеты и упадет. Начинается. Начинается шоу. Небольшое шоу. Тень как-то непонятно ложится в облаках, в атмосфере. Ну да ладно. Мне понравилось. Так, что по планетам? Остальные планеты, в принципе, я не знаю. Мне кажется, даже несмотримельны. Интересно посмотреть вот на этот звездный брицентр. Где он тут? Вот он. Звезда. Здесь, собственно, тут... Я боюсь представить. Тут квазар, что ли, рядом? Или... Здесь черная дыра. Что так быстро вращается? Так, я замедлю чуть скорость. Мы уже вплотную к звезде прилетели. Ну-ка. Стоп. Еще медленней. Ох, невероятно. Это квазар же. Нет, это звезда, белый карлик. Как же шикарно и красиво смотрится, а? Абсолютно за это надо поставить лайк. Я представляю, какая плотность у этого белого карлика. Вращение просто невероятное. Так, а что по планетам? Здесь еще есть отдельно планеты. Так, ну, звездой они, в принципе, должны захвачены, мать. Просто как-то странно. Я вижу, что вот эти две планеты, они отдельно. Криогенная пустыня Аквария. Замерзшая планета. Просто замерзшая. Это сплошной лед. Это сплошной лед. Смотрите, как... Какое отражение, да, от звезды? Мне даже аж самому холодно стало. Не ослепнуть бы там. Плошной атмосферы есть. Ну, совсем небольшой. Какой-то тонкий слой колец. Прямо как нити натянутые. Даже не нити, а струны. Ну что ж, вот такое путешествие. Я надеюсь, вам понравилось. Ты обязательно поставишь пальчик вверх. Подпишешься на канал. Ну и всем новых открытий. Новых путешествий. Я думаю, что где-то вон там, за теми пределами. Там нет пределов. Мы найдем еще что-то более невероятное, интересное и увлекательное. Помните, друзья, что космос и вселенная бесконечный. Мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok